Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в Доме знаний. Тема нашего вебинара – частица «НИ», приставка «НИ», союз «НИ-НИ». На протяжении нескольких вебинаров мы с вами говорили о частицах. Также говорили и об отрицательных частицах «НИ-НИ». Какие еще значения, кроме отрицания, они могут иметь? «НИ», конечно, существует для усиления отрицания или утверждения, а «НИ» при двойном отрицании имеет положительное значение. Приведем примеры. «Нет ни кустика», «Куда не поеду, всюду встречаю друзей», «Я не мог не поехать». Сегодня нам нужно с вами научиться различать частицы «НИ», приставку «НИ» и познакомиться с написанием союза «НИ-НИ». Обратите внимание на следующие предложения. «Кругом ни души», «Никогда тебя не забуду» и «Не знай ни уныния, ни лени». Чем является «НИ» в первом предложении? Как пишется? Во втором предложении – в третьем. Итак, в первом предложении «НИ» – это частица. Она, конечно же, всегда пишется раздельно. Во втором предложении «НИ» является приставкой. Нужно писать слитно. А в третьем предложении – это союз. Вот об этом мы будем говорить дальше. Давайте проведем небольшую экспериментальную работу. Раскроем скобки, запишем эти предложения и укажем смысловую роль частиц. «Смелого не устрашить ни пуля, ни меч, ни огненный смерч». И второе предложение «За отчизну, ни жаль, ни крови, ни жизни». Во-первых, чем же осложнены эти предложения? Они осложнены однородными подлежащими дополнениями. «Ни пуля, ни меч» и «Не жаль, ни крови, ни жизни». Дальше. Для чего здесь существуют… То есть для чего нужны в данных предложениях частицы «НИ». «НИ», как вы знаете, служит для выражения отрицания. Здесь, как мы еще проверим значение этой частицы, частица «НИ» замены не допускает. Ее нельзя убрать из предложения. Если убрать, поменяется полностью смысл этого предложения. А вот посмотрите, во что превращается частица «НИ» в этих предложениях. В данных двух предложениях частица «НИ», повторяющаяся частица «НИ» превращается в союз, потому что она стоит при однородных членах предложения. А вот скажите, нужно ли поставить запятую в этих словосочетаниях? «Ни кола, ни двора, ни жарко, ни холодно, ни свет, ни заря, ни рыба, ни мясо». Конечно, мы запятую здесь не поставим, так как они являются фразеологизмами. Фразеологизмы, мы помним, это устойчивое сочетание слов, и поэтому здесь запятая не нужна. Но раз уже мы с вами столкнулись с этими фразеологизмами, давайте мы все-таки объясним значение этих фразеологизмов с «НИ». «Ни кола, ни двора» означает «совсем ничего нет». «Ни жарко, ни холодно» значит «совершенно безразлично». «Ни свет, ни заря», то есть «очень рано», «ни рыба, ни мясо», «ничем не выделяющийся человек». Итак, давайте сделаем небольшие такие выводы. Частица «Ни» со словами всегда пишется раздельно. Если «Ни» стоит при однородных членах предложения, она превращается, конечно же, в союз. Например, казак на север держит путь, казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной переправе. Вот в данном предложении повторяющаяся частица «Ни», но она уже не частица, то есть здесь она при однородных членах превращается в союз. Дальше. Что еще нужно вам запомнить? Запомнить, что «Ни» как приставка, конечно же, пишется слитно. Когда и при каких условиях? В составе отрицательных местоимений без предлога, например, «Никто» и «Ничего» и в составе местоименных наречий. Например, «Никогда», «Нипочем». При наличии предлога в местоимениях «Ни» пишется, конечно же, раздельно. Например, «Ни у кого», «Ни с чем». Ну и запомните эти слова, которые нужно писать не с этими словами, нужно писать раздельно. Ни при чем, ни за что, ни в какую, ни во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало и так далее. Но есть такой вопрос, да, он часто звучит тоже на уроках. Как же отличить союз «Ни-Ни», повторяющийся, от частицы «Ни»? Давайте посмотрим на это предложение. «Казак на север держит путь, а казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в Дубраве, ни при опасной переправе». Мы уже говорили, да, в данном случае, если «Ни» стоит при однородных членах предложения, то здесь, конечно, что? Тогда «Ни» уже является союзом. И нужно обязательно выделить запятыми. Еще, то есть, как мы с вами можем проверить, союз это или нет. Если «Ни» является союзом, то его можно заменить союзом и вставить вместо него, да, или просто вообще опустить. Предложение тогда не потеряет смысла. Вот, смотрите, «Казак на север держит путь, казак не хочет отдохнуть в чистом поле, в Дубраве, при опасной переправе». То есть, предложение смысла не потеряло. А вот «Ни» замены не допускает. Эту частицу нельзя убрать из предложения. Если мы ее уберем, смысл, конечно, полностью поменяется. Запомните, ребята, «Ни» пишется в устойчивых сочетаниях также, да, ни днем, ни ночью, ни дать, ни взять, ни свет, ни заря. Мы говорили с вами, что это, конечно, в этих сочетаниях запятую не ставим. Но следует отличать также эти выражения. Например, «Ни один» означает «много» или «несколько». А если будет «Ни один», это означает, то есть, вообще никто, никого. Или «Ни раз». Что означает? То есть, «Ни один раз», «много раз». А если мы скажем «Ни разу», то, конечно, это будет означать, что «никогда» или «совсем». И еще раз я вам хочу напомнить, что именно эти выражения во что бы то ни стало и как ни в чем не бывало, пишется каждое слово разделя. То есть, если вы почитаете, то они пишутся в шесть слов. Так, а теперь давайте, ребята, представим, что мы с вами корректоры и попробуем откорректировать, то есть, исправить, найти ошибки в этих предложениях и, конечно же, исправить. «Нигде не было видно ни воды, ни деревьев». «Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда». «Любое с деревом, цветком ли, мы никогда не вспоминаем и не думаем про их корни». «Соловей любит петь в густых зарослях, чтобы его никто не видел». «Может, стесняется своей неброской внешности». А теперь давайте посмотрим на уже откорректированный текст. Итак, давайте мы разберемся с частицами «ни» и с приставкой «ни», союзом «ни-ни». В первом предложении «ни-где» мы будем писать слитно «ни», потому что в «ни» в местоименных наречиях, вы знаете, всегда пишется слитно. «Ни воды, ни деревьев» в данном случае «ни» стоит с однородными членами предложений, поэтому уже здесь является он союзом. И мы здесь напишем, во-первых, раздельно, конечно же, и разделим однородные члены предложения запятой. Второе предложение «никогда» не в составе, вы уже видите, опять, в составе местоименного наречия, поэтому мы напишем слитно. «Ничего» – это уже отрицательное наречие без предлога, поэтому мы тоже напишем слитно. Третье предложение «любое с деревом, цветком ли мы никогда» «никогда» тоже является местоименным наречием, мы напишем его слитно. Так, и, значит, в следующем предложении «Соловей любит петь в густых зарослях, чтобы его никто не видел». Никто в данном предложении не является приставкой, потому что это отрицательное местоимение без предлога. И последнее предложение «может стесняться своей небродской внешности». Ну, здесь у нас только одно слово, только с приставкой «не». А вот, ну, она раздельно не пишется, эта приставка в этом слове. Вот, поэтому мы напишем слитно. Наш ребинар подошел к концу. Я была рада нашей встрече. До новых встреч в Доме знаний. До свидания. Всего вам доброго!